Продолжение следует... Я, конечно же, бывал в Виннесе в советские времена. Не помню, с чем было связано. По-моему, один из первых приездов был связан с премьерой фильма «Москва слезам не верит». Значит, это был 80-й год. Потом были еще несколько попыток приезда сюда, но уже они были связаны с тем, что я играл спектакль. Мы собирали идти на Ленку, играли спектакль, под названием «Пизанская башня». По-моему, пару раз сюда приезжали с этим спектаклем. В Виннес и в классику, по-моему, приездили. И вроде бы, последний раз еще с одним спектаклем я здесь был лет 5-7 назад. Сегодня меня провезли по Виннесу, но не лучшее для туризма время. Мокро, холодновато, ветрено, но красиво. Все равно, даже из окна автомобиля, красивый город, обретший какое-то свое новое лицо. Все, что могу сказать перед началом. Теперь вы меня расспрашиваете, а я буду уже уточнять, уточнять, уточнять свои. Можно я скажу, что за лучший вопрос журналистам Владимир Владимирович подарит свои диски. Свой диск с автографом, пожалуйста. Вопросы были интересные и запоминающиеся. Это я буду облегчивать? Да. Ну, вам понравился больше всего. Пожалуйста, спрашивайте, начнем нашу беседу. А вы расскажите про Оскор. Получали ли у Оскор, ездили ли, как это ощущение облегчения? Вопрос задан. А можно извините, пожалуйста, вы представляете, кто? Редакция, издание, чтобы мы могли потом фиксировать фамилию. Ну, хотя бы рекомендую. Газета «Оброс». Газета «Оброс». Газета «Оброс». История в Оскор длинная, давняя, 30-летняя, 33 года. Мы закончили картину. Картина вышла на экраны. Это было февраль 80-го года. И, как правило, премьера картины означает прощание с картиной. Мы вышли и на театре, когда он назывался «Россия» за Пушкинской площадью. Вышли всей группой, посланялись, сказали. Все, закончилось. Теперь надо думать о новой картине. Не получилось думать о новой картине, потому что через два дня я приехал. И картина, ну как она, пошла вроде бы, не без всякого ажиотажа. Через два дня я приехал на эту Пушкинскую площадь по делам. Я жил там на Ревцентре. Я вышел из метро. Стояла толпа на этой Пушкинской площади. Плотная толпа. Такая, не то чтобы там какие, а просто люди друг друга ощущали. И я подумал, что что-то происходит, какая-то демонстрация, что-ли. Тогда там на Пушкинской площади устраивали и сидят и сыграют. Или что-то в магазине в ближайшем выбросили. И вдруг я просто с дрожью с мурашками по спине понял, что это очередь на мою картину. Это люди стоят в очереди. И как в одном письме мне написали, последний в этой очереди стоял Александр Сергеевич Пушкин. И эта очередь длилась четыре месяца. Вот в этой... Это было невероятное ощущение, потому что мы делали картину с... Ну и я делал картину, будем говорить так, со всякими сомнениями, получится ли, не получится ли, то, не то, надо ли вообще. Много людей, которые говорили, что вообще сейчас не об этом надо снимать и так далее. Преодолевая все это, двигалось, 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 и вдруг это вылилось. Вот в этой очереди сначала в Москве, потом во всей стране это происходило. И это тянулся, я думаю, четыре месяца это происходило. Вот эти буквально нисходящие очереди доходило до анекдотов, когда известные люди просили меня достать билет в кино. Это тоже, как со времен Тарзана, там, или, не знаю, Бродяги, фильмов, такого я не переживал ощущений. При этом шла одновременно очень мощная волна в прессе на тему, что это не кино, а черт знает что. Это ужасно, это позволище, это нельзя, чтобы такое кино вообще существовало и так далее. Причем, опять же, жутко авторитетные игры. Ну и вот это все продолжалось. Вот уже картина, она заработала бешеный зрительский успех, триумфальный просто, там, 90 миллионов зрителей за первый год проката было и так далее. И вот вдруг выясняется, что картины посылают на «Оскар». Тогда это было все таинственно, кто выдвигал на «Оскар», зачем выдвигали, какая комиссия, ничего, все темнели. Сейчас вот я председатель этой комиссии «Оскарской», поэтому я могу более-менее механизм понять. Это она, почему-то мне вдруг сообщили, что она, да не мне сообщили, я про чем в газете. Что-то точно пошло, послали на «Оскар». Следующий этап, она проходит на номинацию на «Оскар». А это пять картин, которые отобраны на «Оскар». Как вы знаете, «Оскар» — это американское время. Это американские фильмы соревнуются между собой. И только один приз за лучший иностранный фильм и представляет для всего мира интерес. Потому что там мало ли что американцы сняли, и какая у них конъюнктура, и для чего они награждают какую картину. А вот то, что мы добавили в этот фильм, я уже к тому времени успел узнать, что я не выездной. Что меня не выпускают. Это отдельная история, кстати, сейчас всегда любят рассказывать про козни КГБ. Это не только КГБ. Коллеги пишут на тебя заявки, пишут доносы, а КГБ принимает уже к своей примере эти доносы. Где-то и чего-то не так сказал и так далее. Короче, я не выездной, но тем не менее, когда мне пришло письмо из Академии киноискусства американское, что меня приглашают на церемонию «Оскара», а вот эти пять фильмов там приглашают, значит, я с этим письмом, правда, там была нехорошая оговорка, вас просят приехать, такого там все, в гостинице, оплачивать, дорога за ваш счет. Так, как было не очень, для того времени это был удар. И вот я вот меня пошел к нашему министру и сказал, вот меня приглашают, вот письмо пришло, значит, да. Он нашел, как мне, вы знаете, большой иронии на меня посмотрел, и сказал, слушай, ну что ты, Саня, дурак отваляешь? Ну, ты посмотри, ты знаешь, кто еще претендует на «Оскара»? Давай, как претендовал в то время. Действительно, как никогда была мощь, был Курасама, был Плюшфо, был Карла Сауна, был Иштвар Сауна. Все получили, и если вот самый наследующий год получил, а все остальные имеют на «Оскар». И лузер в этой компании был очереден. Ну, ладно, ничего тебе, дурака отваляешь, еще тебя посылают туда на «Оскар». Ну, я тоже понял свою ошибку, и ушел с этим. И вот, тем не менее, 30 марта 81-го года картина должна была в вручении «Оскар». Узнать об этом было невозможно нигде. Где, чего, как, мир вообще-то всегда трепещет в ожидании, кому дадут. Кроме нас, мы не трепетали и не знали. Но я пытался по голосу Америки Шакольников поймать. И что-то там сквозь эти глушилки доносилось и доносилось, что-то непонятное. Что-то произошло, я понял. Произошло 30 марта. Покушение на Рейгана было. И в знак солидарности с Рейганом решили отменить присуждение «Оскара» и перенести ее на следующий день. На следующий день, 31 марта, я уже сквозь душу и не прорывался, и мог спокойно спать. Тем более, что это, так сказать, у нас 31 марта. У них 31 марта. А у нас 1 апреля. И 1 апреля меня разбудили звонки с поздравлением, что я получил «Оскар». И я это... Эту штуку по достоинству оцениваю. Вот эти звонки продолжались до ночи, а уже потом по программе «Время» объявили. И тогда я понял, что так далеко не заигрываются, и так шутки нет. Продолжаю, все равно. Вот таким образом я оказался уже как-то. Конечно, это было очень большой поддержкой мне, в связи с тем, что картина просто кнопилась кинематографическим сообществом, с одной стороны. Но это было и серьезной поддержкой, надо сказать, кинематографу зрительской. Потому что в то время постепенно дошли мы до состояния, что кинематограф для зрителей – это не настоящее дело. Настоящее дело – это когда в зале сидят 20 человек, друзей, которые оценивают твой труд. А все остальное – это некий... для этих стараций, для этих зрителей – это был прорыв серьезный. Он не имел продолжения, потому что как раз пошло следом, затем уже пошли все перемены серьезные. Дело в том, что когда гематограф, российский, советский гематограф существовал, он кормил медицину, он кормил образование. На эти деньги, на доходы от кинематографа, на сверхдоходы кинематографа существовала медицина и образование. К моему времени, когда я уже пришел в кино и вот эти 80-е годы, мы уже были в нулях. Сколько мы тратили, столько мы зарабатывали. А потом уже и в минус пошли, к сожалению. И это было обидно и несправедливо. Скажите, а кто же получил за вас «Оскар»? То есть выходил на сцену? На сцену выходил от на шеф культуре Дюжев и Мухаменя. Он потом несколько раз выступал со вспоминаниями. Как он сидел, как он волновался. Вдруг объявили, Москва слезам не верит, как он шел среди всех этих слез. У него богатая география. У нас статуэтку передали. А вот как вам передали статуэтку? Насколько это было торжественным? Да. Я ее не видел и не знал, где она стоит. Догадывался примерно. Никто даже намекал, может, покажите мне показать. А дальше началась перестройка. У нас там министры менялись, как перчатки. И, к счастью моему, Юлий Гусман решил на первой самой нике, есть такая у нас премия «Ника», когда он ее учредил, эту нику, решил сделать такой праздник, мне как бы повторить церемонию «Оскара» и мне вручить «Оскара». Правда, под честную слову, что я получу, выйду за кулисы и тут же отдам. Но я его, наконец, увидел, я его взял в грудь и не он.